На Купинском направлении, куда мы переносимся с начала суток, количество боевых столкновений увеличилось до 12. Силы обороны успешно отбили 5 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовая, Новоегоровка и Макеевка. Украинские защитники продолжают отражать еще 7 атак в Лизе Петропавловки, Берестового и Новоегоровки. Ситуация напряженная, однако контролируемая. По предварительным данным, с начала суток на этом направлении враг потерял 64 оккупанта и 1 танк. Далее у нас есть возможность перенестись на Алиманское направление фронта. Здесь произошло 4 боевых столкновения. Попытки российских оккупантов продвинуться в районах Тернов, Дебровы и Торского успехов не имели. Украинскими воинами проводятся мероприятия по усилению переднего края обороны. Далее северское направление. В течение дня здесь произошло 8 боевых столкновений. Особенно активным враг был вблизи выемки. Здесь он безуспешно, отмечаем, пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. Ситуация напряженная. В то же время находится под контролем сил обороны Украины. Теперь Краматорское направление. Тут агрессор 6 раз пытался атаковать подразделения сил обороны в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки и Часового Яра. Все попытки были безуспешными. Потери наших позиций не допущены. На Торецком направлении украинские военные отбили одну атаку в районе Курдюмовки. Далее Покровское направление. Тут произошло наибольшее количество боевых столкновений. Враг не оставляет попыток при поддержке авиации и артиллерии отыскать слабые места в нашей обороне. Непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Из 27 боевых столкновений в районе Новоалександровки прогресса Сокола на поселке Первой, Уманского, Невельского и Нитайлова, 15 успешно отбиты нашими защитниками. 12 боев в настоящее время еще продолжаются. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущение продвижения противника. Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили почти 200 оккупантов, убитыми и ранеными. Уничтожено 3 танка, 2 боевые бронированные машины, артиллерийскую систему и миномет. В то же время повреждения получили 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и 6 артиллерийских систем. Далее Кураховское направление. За сутки тут произошло 5 боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. 4 вражеские атаки отбиты. Продолжается бой в районе Красногоровки. Потерь позиций и территорий не допущена. Теперь в Ремовское направление. Тут российские захватчики трижды атаковали наше подразделение в районе Старомайорского. Все штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию и тут. Ореховское направление. Здесь произошли 4 боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить наше подразделение от Малой Токмачки, Новоданиловки, Работинова и Новоандреевки. И, наконец, Приднепровское направление фронта. Тут оккупанты не оставляют попыток выбить силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. 4 боевых столкновения в районе Крынок безуспешно закончились для врага. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию. Потерь наших позиций не допущена.